Добрый день, друзья! Сегодня у нас обзор, распаковка роутера от компании Merkur Sys N300. По характеристикам он предоставляет 300 мегабит скорости Point Wi-Fi, имеет два LAN подключения и один LAN, то есть для подключения нашего внешнего интернета. Давайте распакуем, посмотрим, что идёт в комплекте. Такая маленькая коробочка. Имеется быстрая настройка Quick Instauration Guide, то есть настройка нашего роутера. Также додаток инструкции и гарантийный талон от компании Merkur Sys. Вот так выглядит наш роутер. Вот мы имеем LAN-порт и два LAN-порта. Питание, кнопка сброса, питание 5 вольт, 0,6 ампер. Крепление на стену и индикаторы, что наш роутер работает, что есть Wi-Fi, что есть интернет и что есть сетевые подключения, которые подключены по кабелю. В комплекте идёт борт питания, похожий на TEPA-Link. Также есть 4-жильный патч-корд, который предоставляет нам скорость 100 мегабит. Давайте включим и посмотрим, что он из себя представляет. Так, включаем питание и интернет в ангут. Вот таким образом питание, интернет. Вторым шнурком, который идёт в комплекте, подключаемся к любому LAN-порту. Либо к этому, либо к этому. На индикаторах видно шестерёнка, то что есть питание, горит Wi-Fi, что имеется Wi-Fi соединение и горит планета, что есть интернет. Ну ладно, не горит, потому что у нас не подключен кабель к ноутбуку. Сейчас мы это сделаем и зайдём в настройки роутера. Так, переключились на компьютер, проверяем, какой нам выдался IP-адрес. Заходим в интернет, настройки параметров адаптера. И здесь нам нужен интернет, сведения. IP-адрес выдался 192.168.1.100. Переходим в веб-браузер и набираем 192.168.1.100. Нас присутствует наш роутер Mapusys MW301R и предлагает нам создать новый пароль, который будет отличаться от заводских. Ну, давайте для начала придумаем какой-то пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Далее. Тип подключения у нас будет динамический. Нажимаем далее. И создадим, пусть будет Mercosys A310 и пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее. Я не рекомендую такие пароли ставить, потому что это все-таки безопасность вашей сети. Пароль должен быть надежным и не должен быть простым. Далее нам предлагают завершить настройку. Нажимаем галочку. И мы переходим в интерфейс нашего роутера. Есть базовая настройка, есть дополнительная настройка. Видим, что у нас сейчас подключен один компьютер. Сеть у нас есть. Интернет есть. Wi-Fi тоже есть. Приборим в дополнительные настройки. Здесь мы можем поменять тип подключения на ППОЕ, если у нас ППОЕ. Либо ППТП. Ну, как правило, это динамический IP-адрес, либо ППОЕ. Роутер поддерживает IPv6. В данный момент он выключен. Локальная сеть имеет первую подсеть. Мы можем поменять при желании. Можно выбрать вручную. Допустим, сделать одиннадцатая подсеть. Сохранить. Ок. Применяются настройки. Настройки применились. Вводим наш пароль 123456. Дополнительные настройки. IPv6 выключено. Если необходимо, чтобы работал какой-то мультикаст, то нужно выбрать в зависимости от того, кто у нас провайдер. Либо выбрать мост. Если у нас, допустим, на второй порт идет приставка, которому требуется прямое подключение от провайдера, то мы выбираем мост, LAN 2 и выбираем сохранить. Тогда у нас получается весь трафик с первого порта, LAN, будет и на второй порт, LAN. Следовательно, они будут как в свече, и роутер не будет участвовать в блокировке трафика. Если необходимо привязать в MAC-адрес, то мы можем здесь прописать, установить указанный MAC-адрес и его указать на роутере, списав его со старого роутера. В DHCP сервере мы можем настроить диапазон и привязать IP-адреса для того, чтобы не менялся IP-адрес, допустим, того же принтера. В беспроводном режиме мы можем поменять название, пароль, выбрать канал. Желательно выбрать от 1 до 11, потому что не все устройства поддерживают 12 и 13 канал. Следовательно, ваше устройство может не видеть данный роутер. Выбираем наиболее свободный канал, выбираем его. Ширину. Выбираем 20, но тут нету 40 Гц. Не знаю, почему написано 300, но на 20 МГц не более 150 Мбит скорость. То есть уже производитель нас обманывает. Также есть возможность включить гостевую сеть. В данный момент она выключена. Но у нас нет необходимости в гостевую сеть. Есть функция родительского контроля и можно какие-то устройства ограничивать по времени. То есть включать, роутер будет автоматически включать, выключать доступ устройства к интернету. Также есть контроль доступ устройств к роутеру. Данная функция нас интересует. Виртуальный сервер позволяет пробрасывать порты. Сервер DMZ позволяет пробросить весь трафик на определенный адрес. UPnP пробрасывает автоматически адреса, проброс адресов внутрь сети. Так, мы видим наш таблицу маршизации. Имеется возможность настройки DDNS. Непосредственно NO-IP и DIN DNS. Для роутера с базовой стоимостью в 300 гривен это очень расширенные настройки. намного лучше, чем в том же Total Link, в котором даже настроек Wi-Fi нет. Все очень примитивно. Можем поменять пароль входа. Инструменты диагностики можно проверить. Ping, Tracep. Допустим, 888. И делаем ping. Данные пошли. И тоже самое можем взять tracer. В системном журнале можем посмотреть диагностические какие-то ошибки. либо как происходила настройка данного роутера. В быстрые настройки мы можем вернуться к настройке роутера с самого начала с простой настройкой. Давайте проверим скорость интернета через кабель. На данный момент у нас слонный габит. Мы можем выбрать какой-то отдаленный сервер, допустим, в Киеве. Допустная способность, как видите, 50 млн. Это по кабелю. Пропустная способность у него достаточно неплохая, 93 мегабита. Это весь наш канал ходящий. 93 и сходящий. Так, 16 способность. По кабелю отлично. Давайте проверим на телефоне. Такая способность. Меркузис отристалест. Спасибо, что посмотрели данный обзор до конца. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. И до новых встреч. И всем без синего экрана.